Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Подводим итоги сокращенной предпраздничной недели в нашей информационной программе. Смотрите в выпуске. Мусорное дело на хозяев свалки в Турлатово завели уголовное дело. Эрудиты родного края в Рязани провели этнографический диктант. Золотая маска по-рязански. Премия «Зеркало сцены» обещает стать бензвозным. Есть первые результаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд наложил арест на имущество собственников полигона. Запретил пользоваться и распоряжаться объектом. Впереди еще много работы. Так губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале прокомментировал решение Октябрьского районного суда о закрытии полигона отходов в Турлатове. Подробности о ходе ведения дела в нашем следующем сюжете. О противостоянии правоохранительных органов и собственников Турлатовской свалки уже можно слагать легенды. Одни только природоохранные прокуроры бьются над закрытием помойки уже больше 10 лет. В 2014 году на Турлатовском полигоне разместили отходы нефтепродуктов. В 2016-2017 концентрированную серную кислоту. Об этом сейчас следствие говорит вполне открыто. Хозяев штрафовали, полигон закрывали через суд, но он все равно продолжал работать. Хотя экологическая экспертиза и показала, что вещества нанесли существенный вред окружающей среде из-за загрязнения почвы нефтепродуктами до высокого уровня. Очередное уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия установлено, что в сооружениях в районе Турлатова города Рязани, не внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов и территориальную схему в области обращения с отходами, на настоящий момент находится более 300 тысяч тонн отходов различных классов опасности и отходы продолжают завозиться. В районе влияния шлама накопителей от стойника нейтрализатора складывается неблагоприятная экологическая обстановка, создающая угрозу причинению существенного вреда окружающей среде и здоровью человека. На имущество собственников этих сооружений наложен арест. Пользоваться и как-то распоряжаться объектами также запрещено. То есть никакого приема, размещения и хранения опасных отходов специально разъяснили в суде. Однако за больше чем 15-летнюю историю существования свалки сменилось уже 16 собственников и она работает до сих пор. Но в этот раз глава региона Павел Малков четко заявил, дело обязательно доведем до конца. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы свалку опасных отходов снова открыли. «Будем добиваться закрытия полигона в Турлатове с исключением любой возможности возобновления работы». Конец цитаты. И на нашей памяти это первый губернатор, который вступил в схватку с мусорными королями. Так сказать, с открытым забралом. 3 ноября стартовала международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В Рязанской области присоединиться к акции можно до 8 ноября в онлайн и офлайн режимах. Мы же отправились в библиотеку имени Горького, где собрались желающие написать диктант очно. Впервые этнографический диктант прошел в октябре 2016 года. В том же году присоединилась к акции «Ирязань». Организатором в регионе выступила областная библиотека имени Горького. Спустя 6 лет традиция продолжается. Тогда, в 2016-м, по всей стране было 90 тысяч участников, а в 2021-м уже 2,5 миллиона. В 2020 году диктант по известным причинам состоялся в режиме онлайн. К настоящему времени есть возможность пройти его как онлайн, так и очно. Сегодня мы очень рады приветствовать наших участников. Задания интересные. Задания состоят из 30 вопросов. 20 из них имеют общий федеральный характер и 10 региональные. То есть это наш Рязанский государственный университет, исторический факультет, придумывает каждый раз очень интересные вопросы о нашем Рязанском крае. Да, именно так. Каждый регион составляет свои дополнительные вопросы. Традиционно время прохождения диктанта 45 минут. Оценивается он по 100-бальной системе. После 11 ноября на сайте диктанта можно найти свои результаты и правильные ответы. Там же скачать сертификат участника. Большая часть пишущих диктант – студенты, но желающих проверить себя много в разных поколениях. За всю нашу историю самому старшему у нас было где-то 79 лет участнику, самому младшему где-то лет 6-7. Вот так у нас было раньше, да. Ну и в этом году, я думаю, что будет, в принципе, ситуация такой уж интересной. Стоит отметить, что в этом году для участия в акции к остальным регионам России присоединились еще 4 новых субъекта. В России завершились мероприятия по частичной мобилизации. Такую формулировку для своего доклада президенту страны Владимиру Путину выбрал министр обороны Сергей Шойгу. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется, заявил он на встрече. К слову, первый полк из Рязани уже отправился в зону проведения СВО. Эта кампания началась медийно-медийно и завершилась. И вроде бы частичная мобилизация достигла всех своих целей. Заявленное количество от 300 тысяч человек набрано. Но доклад Сергея Шойгу президенту практически все СМИ восприняли осторожно. Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствует свою подготовку в составе экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлено 82 тысячи. Человек, из которых более 41 тысячи действует в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленные вами задания 300 тысяч человек выполнены. Никаких дополнительных заданий не планируется. Уже сегодня стало известно, что Генштаб Вооруженных сил России направил командующим всех округов из Северного флота указание до 1 ноября доложить о завершении частичной мобилизации. Все мероприятия с призывом прекращены. Подготовка и вручение повесток тоже. Дальнейшее комплектование только за счет добровольцев и контрактников. Сейчас в приоритете подготовка уже призванных. На сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, слаживание. И все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется примять участие непосредственно в боевых действиях. 41 тысяча действует в составе боевых подразделений, а все остальные так или иначе до сих пор проходят подготовку. Да, Владимир Владимирович. Отлично. К этому уделяем особое внимание отдельное, потому что направлять надо подготовленных, обученных, оснащенных. Из Рязанской области сводный полк мобилизованных уже вроде как убыл в зону спецоперации. После, по сути, месячной подготовки. Но почему-то его по-прежнему называют первым. Значит ли, что будет второй? Не исключено. Но, похоже, не прямо сейчас. К ремонту дорог я прошу подходить системно, чтобы в следующем году, к сентябрю, вся основная часть была завершена. Готовьте конкурсы и контракты уже сейчас. Такое поручение дал на правительстве Павел Молков. Губернатор начал заседание по традиции с исполнения поручений. Заседание правительства Павел Молков начинает без вступления, сразу акцентируя внимание на исполнении поручений. В Кадамском районе жаловались на отсутствие сотовой связи. Базовые станции в Кочемирово и Кущапино Минцифры обещают установить уже в этом году. В Сараевском районе по проекту развития сельских территорий на федеральную субсидию возведут новый дом культуры. Местная школа получит пристройку. В селе проведут канализацию и обустроят точку доступа к сети интернет. Нас вообще очень хорошо поддерживает Минсельхоз России, но всегда же есть куда расти и есть еще возможность участия. Мы вчера как раз обсуждали, у нас есть дополнительные аргументы для того, чтобы дальше работать с дополнительными проектами. Я вот прошу особое внимание уделять проектам комплексного развития. Это в первую очередь как раз развитие муниципалитетов и хороший аргумент для молодежи, чтобы жить и работать на малой родине. Ситуация на улице Зубковой, когда коммунальщики перекопали проезд, стала на правительстве отдельной темой. Траншея блокировала проезд к целому жилому комплексу и жалобами рязанцы буквально завалили все инстанции. Ситуацию сегодняшнего дня прояснила глава администрации Елена Сорокина. Там была аварийная ситуация по теплу и горячей воде. Ее ликвидировали, но в процессе ликвидации аварийной ситуации поняли, что без капитального ремонта участка трубопровода не обойтись. Зимой в любом случае эта аварийная ситуация может повториться. Поэтому приняли решение. Сейчас яму не закапывать. С четверга приступают сотрудники РМПТС к проведению капитального ремонта. Недели две этот ремонт займет, потому что это замена нескольких труб получится. Ну и потом еще в зависимости от погоды до недели на восстановление благоустройства. А вот замены освещения в городе надо будет подождать до февраля. 11 из 15 тысяч светильников, по словам Елены Сорокиной, в городе уже установлены. Работа, что называется, кипит. А вот где она стоит, так это на пешеходном переходе у глобуса. В дождь там всегда потоп. Причем есть уже и решение, и смета, но работать подрядчик не хочет ни в какую. Разбираться с ним будут юридическим путем. Но еще раньше найти практическое решение обещалось профильное министерство. Техническое решение есть. Необходимо сделать дождеприемный колодец и трубу проложить и увезти все в ливневую канализацию. И стоимость работ примерно определена около 350 тысяч рублей. Подрядчик не исполняет свои обязательства, поэтому мы подали на подрядчика заявление в суд. Вот, понятно, что если он так и не сделает, хотя надежда есть, Минтранс обещал помочь. Значит, будем делать сами. Понятно. Минтранс что скажет? Павел Викторович, проработаем с подрядчиком этот вопрос. Думаю, что общий язык найдем. Как зам? В течение двух дней. По ремонту дорог в целом Павел Молков призвал работать системно. Готовить все заявки и контракты на будущий год уже сейчас, чтобы к сентябрю все работы были завершены. В Сасовском районе по программе поддержки местных инициатив в этом году уже реализованы два проекта. Построили новую дорогу и возвели мемориальный комплекс. О работе программы в районах расскажем далее. Поселок Молодежный Сасовского района. Здесь проживает 450 человек. Городская черта совсем рядом, меньше километра. Единственная дорога сюда, по улице Перова. Сейчас она радует глаз. Правда, так было не всегда. Новый асфальт положили в этом году по программе поддержки местных инициатив. Стоило все чуть больше двух миллионов рублей. В ноябре месяце мы сделали соответствующую документацию, подготовили ПСД. Народ в течение двух недель собрал свои 12% от данной суммы. В общем, тоже откликнулись, очень замечательно, спасибо им. Ну и подрядчики нам в сроки, в указанные сроки, согласно контракту, они уложились. Ну и, соответственно, мы где-то в начале сентября, до 1 сентября у нас было все это сделано. Весь цикл занял почти 10 месяцев от создания проекта, его утверждения, до непосредственно ремонта 420 метров дороги. Результатом довольны все. Благодаря поддержке правительства Рязанской области, мы, жители поселка Молодежный, в этом году смогли осуществить капитальный ремонт улицы Перова. В 2022-м в Глитковском сельском поселении Сасовского района реализовано два инициативных проекта. Если первый носил больше практический характер, дорога в развивающемся поселке, то второй – патриотический, мемориальный комплекс русскому воинству. Как бы ни называлось, древнее поселение на месте Тимгеневского городища, учеными доказано, что оно было восточным форпостом русского княжества. В память об этом жители Глитковского сельского поселения в 2021 году выступили с инициативой создания мемориального комплекса русскому воинству в районе Тимгеневского городища. Инициатива нашла поддержку в правительстве Рязанской области. Проект реализовывался в два этапа. Первый – установка поклонного креста и, собственно, самого монумента уже завершен. Каркас, естественно, металлический. Вот заливали бетон вот сюда. Плюс вот эта нержавейка сверху. Надеюсь, надолго ее хватит, если какие-нибудь вандалы что-то не разрушат. Также у нас прошла плитка. Плитка дорожки выложит тротуар и смотровая площадка с балясином, которая стоит на берегу реки. Естественно, люди приезжают часто, смотрят, наслаждаются данным местом. На втором этапе комплекс облагородили голубыми елями, кизилом, сиренью. Для этого привлекали даже ландшафтных дизайнеров из областного центра, специалистов разного профиля. Мемориальный комплекс возвели, по сути, все вместе. Теперь здесь устраивают памятные акции, проводят экскурсии. Рядом охраняемая археологическая территория. И ухаживать за комплексом тоже стараются все вместе. Областная программа поддержки муниципальных инициатив помогает решать многие насущные проблемы местных значений. Это и ремонт местных дорог, ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, обустройство домов, обустройство общественных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, приведение в порядок сельских кладбищ и многие другие проблемы. За возможность реализовывать инициативы граждан местные жители поблагодарили главу региона Павла Малкова, Министерство по делам территорий и информационной политики Рязанской области, оказывающее необходимую консультацию и методическую поддержку в реализации проектов. Помимо двух уже названных в 2017-2018 году, рядом со школой построили спортивную площадку, также в два этапа. До этого рядом даже турников не было. Теперь здесь проходят уроки физкультуры. Спустя год в селе Устье возвели сквер памяти работников речного флота. Раньше река была судоходной, ходили теплоходы до Касимова. Зато теперь на слегка обмелевшую цену и окрестности можно понаблюдать с красивой смотровой площадки. И жители благодарны. Все-таки инициативы здесь по-настоящему народные. Сотрудники РМПТС приступили к ремонту теплотрассы по улице Зубковой. Напомним, на заседании правительства вопрос о блокировке проезда к жилому комплексу поднимал Павел Малков по обращениям рязанцев. Мы получили исчерпывающий ответ. Проезд к жилому комплексу на улице Зубковой в виде траншеи уже вторую неделю. Но на то были веские причины. И пусть это стало отдельной темой на правительстве, аргументы у Елены Сорокиной были железные. Там была аварийная ситуация по теплу и горячей воде. Ее ликвидировали. Но в процессе ликвидации аварийной ситуации поняли, что без капитального ремонта участка трубопровода не обойтись. Зимой в любом случае эта аварийная ситуация может повториться. Поэтому приняли решение. Сейчас яму не закапывать. С четверга приступают сотрудники РМПТС к проведению капитального ремонта. Сотрудники РМПТС начали раньше. Уже сегодня. Подогнали экскаватор и стали расширять траншею до небольшого котлована. В этом месте помимо теплотрассы проходит еще и газовая труба. Ее предусмотрительно перемотали. Поэтому осторожность и безопасность сейчас важнее. Тем не менее, объем работ понятен. Сроки две недели незыблемы. Длина трассы составляет 50 метров. Четырехтрубная система. Две трубы на отопление. Две трубы на горячее водоснабжение. Трасса 1990 года, 32 года в эксплуатации. Никогда не ремонтировалась, не капитализовалась. Сейчас мы вскрываем трассу. До конца недели это будем делать. Так как еще вручную осуществлять будем шуфление кабелей сбоку к камере, которая на зеленой зоне находится. Все энергоресурсы, которые наша организация осуществляет, будут подаваться беспрерывно абонентам на протяжении всего времени. Только перерыв на 3-4 часа на переврезку новых трубопроводов. Эту самую переврезку новых труб будут проводить на следующей неделе. Объявлениями на подъездах жильцов проинформируют, когда именно. Так что придется немного потерпеть, но это в их же интересах. Тем временем к уличному фонарю у пешеходного перехода городские власти добавили еще один с акцентированным светом на переход для удобства местных жителей. Ноябрь традиционно принес в нашу жизнь ряд изменений. Например, вступил в силу закон, запрещающий вывозить с Камчатки более 10 килограммов красной икры непромышленного производства. А минимальный размер довольствия мобилизованным с 1 ноября составил 195 тысяч рублей. Что еще стало другим, расскажем далее. 1 ноября в России стартовал осенний призыв. Его сместили на месяц из-за частичной мобилизации и во избежание дополнительной нагрузки. Продлится он, как обычно, до 31 декабря. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Но, как специально уточнили в Минобороны, в зону проведения спецоперации срочников отправлять не будут. Срок службы в этот призыв прежний – 12 месяцев. Согласно указу президента, в этом году наберут 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем в прошлом году. Гражданам, которым исполнилось 80 лет, в два раза увеличат размер прибавки к пенсии по старости. Сумма достигнет почти 14,5 тысяч рублей. Кроме того, с ноября прибавка к пенсии ожидает бывших работников угольной промышленности, а также летчиков гражданской авиации. Размер доплаты будет зависеть от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных предприятием. Увеличенную отраслевую прибавку, как ожидается, получат 36 тысяч работников угольной промышленности и 49 тысяч членов летных экипажей. В России вступил в силу новый стандарт проверки счетчиков приборов учета в квартирах и домах. В документе прописаны требования к организациям. Теперь у компании должна быть аккредитация и сопутствующая документация, где подробно прописана сама процедура осмотра. Новые правила призваны усилить борьбу с мошенничеством. С 1 ноября в России начал действовать зеленый стандарт строительства многоквартирных домов, который разработан Минстроем России. Новый ГОСТ – это 81 критерий, но обязательным для признания здания экологичным будет достижение минимум 16 из них. В том числе речь идет о классе энергоэффективности А и выше, наличии предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. При оценке будут учитываться архитектура и планировка участка, организация управления строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и безопасность эксплуатации здания, а также инновацию устойчивого развития. Для получения домом зеленого сертификата нужно будет набрать более половины из максимальных 163 баллов. Напомню, спонсором программы «Неделя города» является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Свежие морепродукты высокого качества к вашему столу. Зеркало сцены – событие, долгожданное в театральной жизни города. Вся текущая неделя для театров зачетная. Конкурсные спектакли оценивают жюри. О сути фестиваля и церемонии награждения рассказали на пресс-конференции в Министерстве культуры региона. С 2016 года «Зеркало сцены» является профессиональной премией и вручается за творческие достижения в области театрального искусства в Рязанском регионе. В «Зеркале сцены» отражается лицо современного театра. Удивительно, вот сколько-то лет. Мне всегда все кажется, что все было давно. Мне почему-то все кажется, что было давно. Но, тем не менее, я так хорошо помню все спектакли, которые я видела. Я прямо глазами по мизан-сценам могу пересказать. Ну, как и «Гроза», например, просто все могу рассказать. Это спектакль «Фауст». Профессиональный театральный критик Марина Александровна не случайно в Рязани. В составе жюри только профессионалы, не имеющие отношения к рязанским театрам. Что позволяет максимально непредвзятые объективно выявить победителей в номинациях. Ранее у нас в регионе проводился областной театральный смотр «Признание», по итогам которого победителям в номинациях конкурса в течение года выплачивали стипендии. Сейчас положением о фестивале «Зеркало сцены» предусмотрено выплаты 20 премий в 19 номинациях. У нас есть 14 профессиональных номинаций и 6 специальных номинаций фестиваля. Стартовал фестиваль спектаклей на сцене музыкального театра. Следующим будет театр драмы. На суд жюри представит Иванов «Я танцую как дебил». В кукольном для конкурса покажут «Синюю бороду» и «Маленькие трагедии». Когда мы выезжаем за пределы своего региона, нам очень приятно, я думаю, что коллеги все равно согласятся, что очень большое количество наших коллег из других регионов нам по-хорошему, по-доброму завидуют, потому что знают, какова ситуация с театральным искусством «Признание». «Тюз» в этом году представит свои спектакли в видеоформате. В здании театра продолжается ремонт. К формату онлайн за время пандемии вроде как привыкли. Это не вновь. Спектакль «Идиот» по роману Федора Михайловича Достоевского. Над этим спектаклем работала полностью, практически, кроме художника по костюмам, Санкт-Петербургская постановочная группа. Зритель принимал этот спектакль чудесно. Посмотрим, что скажет об этом спектакле профессиональное юри. И вторым спектаклем идет спектакль для подростковой публики. У нас «Море звезды Олеандр» по пьесе Мария Малухина. Это совершенно свежая пьеса. Церемония награждения победителей состоится в воскресенье 6 ноября в Театре драмы. И это всегда яркое мероприятие, посетить которое непременно стоит. Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное – качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Тех, кто стал ярым фанатом рыбных деликатесов у торгового центра «Премьер», с каждым разом все больше. Это и неудивительно – знают, куда идти. Известия о прибытии в Рязань, выставке продажа «Икра и рыба Камчатская» горожане уже ждут с нетерпением. Да рыба вся полезная. И свежая, и соленая. Ну, кто любит копченую, тому копченую. Мы гости Рязани. Мы приехали с Краснодарского края. Гости. А вообще, мы проехали бывший весь Советский Союз и служили на Дальнем Востоке. Рыбы ели им очень много. Слабосоленая чавыча я уже брала ее. Слабосоленая. Мне понравилось, поэтому я здесь всегда беру. Белорыбица, омуль, палтус, чавыча, нерка и многое другое. Настоящие раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. Чавыча мне нравится. Холодного, горячего копчения. В нашем возрасте икра очень полезная, потому что там очень много омега-кислот. Белорыбица. Чавыча, я всегда каждый раз приезд беру. Несколько они приезжают, я всегда постоянно беру. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбу или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыбы Камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 5 ноября включительно. На этом все новости к четвергу. Я, Марина Романюк, желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова